Ты платишь, не переоформляешь на себя никакие счета. Ребят, всем привет! Сегодня хочу поговорить на такую тему. Насколько востребованы новенькие квартирки, как однокомнатные, так и двухкомнатные. Когда говорю однокомнатные, имею ввиду, конечно, квартиры студии, где комната и место для сна в одном помещении находятся. Не путайте эти понятия. И да, эти квартиры, они очень востребованы. Их все жаждут и хотят, или жаждут. Напишите в комментариях, как правильно. И, конечно, их бывает нелегко даже и найти. Вот сегодня мы пять часов человеком катались, пока мы нашли полуготовый вариант, где закончили ремонт, но не довезли еще мебель и технику. Сейчас я вам покажу эти два чудесных варианта. Цены этих квартир 2,600 и 2,500. И таких вариантов они бывают. Но не всегда можешь попасть, когда они уже доделаны, когда вся мебель стоит. Потому что эти квартиры, их выхватывают заранее. За ними, можно сказать, охотятся. И очень активно, можно даже так сказать. Почему? Потому что те люди, которые живут в подобных квартирах, не в новых ремонтах. Мы предупреждаем, они за два месяца предупреждают, что они выезжают. Или мы даже звоним и спрашиваем, вы продлеваете договор или выходите. И они начинают через нас искать и просить именно новенькие. И часто еще на этапе только строительства, еще черновых каких-то работ, люди заходят в квартиру и уже дают за нее залог. Или даже подписывают хозе с открытой датой въезда. И к чему я это говорю? Что если вы видите что-то новенькое, всегда нужно понимать, что это очень ходовой товар. И вопрос опять же районов, ребята. В таких чудесных районах, как Кириат-Илизер, Алия-Шния или Шар-Алия-Шпринцак, таких квартир почти нет. Стоят они, если они там ездят, в разы дороже. И единственный вариант, кому подходят эти квартиры идеально, это тем людям, которые либо одиночка, либо пара, без детей. И хотят жить в хорошей квартире, рядом с хорошей транспортной развязкой, как здесь. Это улица Хашмаль, я сейчас сижу, и остановка Геш-Эр-Пас. И они, конечно, тут селятся, причем радуются жизни и переезжают даже на этой улице с одной квартиры в другую. Почему? Потому что, опять же, большую часть времени люди проводят где? На работе и где-то на море, на отдыхе. И здесь и на работу, и на отдых на море добираться даже без машины очень удобно, потому что остановка под домом всех трех метронитов. Ты вышел 10 минут, ты на пляже. Я считаю, это очень хороший вариант. Ну, не буду, короче, вас загружать этой информацией. В общем, иду показывать вам эти две квартирки, которые у меня здесь есть. И причем они уже сданы, ребята. И одну из них сдали еще три недели назад, когда там только еще пронул. Был в самом разгаре ремонт. И теперь вы сейчас увидите эти квартирки. Вот такой отреставрированный здесь дом, красивыми подъездами. Везде кафель. Покрашено красиво. Итак, первая двухкомнатная квартира. Сразу мы попадаем в салон. Здесь будет большой телевизор. 50 диагональ. Новые кондиционеры. Вот такая подсветка. Стиральная машина будет стоять там. Здесь будет холодильник стоять вот этот. Отдельно хотел бы обратить внимание на ванную комнату. Оно тоже довольно-таки приличное. И как многие из вас пишут в комментарии, главное, что оно все новое абсолютно. Вот такие красивые межкомнатные двери. И это спальня. Обе квартиры оснащены электрическими жалюзями. И новыми окнами. Вот так вот. Такой вид из окна. Есть парковка. Всегда она, кстати, есть. Хоть сейчас и выходные все дома. Всегда есть возможность припарковать машину. Новые жалюзи здесь тоже механические, правда. Окна большие, красивые. Да, и эту квартиру сдали еще тогда, когда здесь не было ни дверей, ни подсветки, ни вот этой мебели. Когда здесь еще ушли, можно сказать, черновые работы. Поэтому, вот за что я говорю, что такие вот такого формата квартирки, за ними, ну, действительно, люди хотят в таком жилье жить, потому что это действительно выгодно. Ты платишь, не переоформляешь на себя никакие счета, все включено и живешь вот в такой красоте. Тем более, если ты приехал в новую страну и еще не знаешь, где, как ты устроишься, сколько будешь зарабатывать. Но при этом за какие-то бюджетные средства ты живешь, можно сказать, красиво. Ну, и вторая вот такая вот квартирка. Уже подобный ремонт. Холодильник еще не распечатали, стиралочку установили. Здесь уже будет вот такая вот ванная комната. Чуть поменьше, чем в предыдущей квартире. Опять же, здесь телевизор. Когда будет мебель, я постараюсь тоже показать эту квартиру, что мой клиент буквально 20-го числа уже должен ехать сюда, чтобы здесь была вся мебель. И здесь это спальня. Здесь будет кровать, здесь будет шкаф. Как я понимаю, межкомнатные двери, такие довольно-таки хорошего качества. Тоже небольшая квартирка, но очень уютная. Поэтому, ребят, следите за новостями на нашем сайте. Оставлю ссылку в прикрепленном комментарии. Я буду вести этот сейчас сайт, его наполнять. Буду стараться, чтобы там была вся релевантная информация. Потому что тяжело скидывать все вот фотки, которые, где я бываю. Потому что это в телефоне копаться, это все время берет. А сейчас, когда сезон, этого времени попросту нет. Честно вам говорю, как есть. И, в общем, ребят, будем на связи. Я оценил вашу активность на видео про однокомнатные студии. Поэтому, вот сейчас, как я запустил их, сейчас пятница. Я посмотрел это видео, смотрю, что вы там пишете. Вижу, что вам эта тема очень интересна. И хочу сказать от себя, что всегда есть возможность подыскать что-то новенькое. Просто не всегда есть возможность попасть, чтобы вы приехали и сразу въехали, и все новенькое. Потому что новые квартиры часто, они не стоят, не простаивают. И люди их, еще на этапе того, как они ремонт заканчивают, уже люди подписывают договоры на эти квартиры. Поэтому будем на связи. Звоните, пишите. Буду рад всем помочь. Пока.